история из моей танго юности то что вот ты считаешь ну вот необычный поступок танго юности то что ты думаешь позже зачем я тогда это делал ну самый этот только когда я начинал танцевать я вообще не так как у нас нам говорили что есть приглашение взгляда нам было это тяжело понять нам это было тяжело это ну как бы с этим свыкнуться потому что такой менталитет изначально да то есть контактировать с кем-то взглядом а потом особенно женщины с другим полом я тогда еще был достаточно в принципе сам по себе молод я подходил к девушкам опять же у нас в школе этого владивостоке было я подходил к девушкам не приглашаю их с руки а я подходил к ним прям ну неплотную вот она сидит я к ней подхожу руки за спину и я кладился я совершал поклон и спрашивал не хотите ли вы пойти потанцевать от такого я так предполагаю что они также были в достаточном шоке потому что это напоминало реально какие-то знаете какие-то средние ну как бы баллы когда кавалер подходит совершает поклон там мадам извольте танец вот они соглашались потому что как они потом сказали это было настолько мило и необычно что сложно было отказать вот я потом конечно от этого отошел но когда мне периодически это друзья вспоминают мы сидим ржом потому что это было очень забавно и вот здесь я да я вспоминаю что когда я об этом вспоминаю думать еще как это вообще мог делать есть одна история которую я наблюдал участку принимал участие так сказать во всем этом история была в сеуле на городской мелонге огромная ронда ну огромная ронда очень много народу большой пространстве соответственно как и везде есть определенные люди которые ну то ли не знаю то ли не любят не умеют соблюдать определенные правила на этом танцполе там тоже было парочку таких людей но был кадр который очень сильно выделялся то есть каким образом опять же то есть он залезал в не как не контактируя с другими парами просто влезал врывался в танцпол скакал по разным линиям мешал абсолютно всем и все это как бы видели на то есть и один раз даже был момент что ему там что вы сказали он никак не среагировал дальше начал скакать все в итоге наблюдал картину что он и у кого он не помернул и он и мне кучу раз мешал наблюдаю картину 2 парня видимо опять же то есть но они все там все знакомые и есть ну походу он танцевал с одной из их подруг два парня когда заканчивается вторая мелодия подходят к нему и один из этих парней начинает с ним что-то разговаривать беседовать отвлекая внимание от его партнерши они что-то беседуют и мелодия в этот момент третье уже начинает играть и второй парень общаясь с этой девушкой начинает с ней танцевать и по ронде продолжает двигаться с ней тот оборачивается видит что это все происходит и тот первый парень который подошел к нему говорит ну берет его подругу под руку и идет садит на стул вот так два обычных мелангера которые за правила за правильное танцевание за культуру танца спасли на самом деле мелангу мне кажется да и сделали добро большинству людей и на самом деле все им были благодарны я сам потом подошел и сказал ребята вообще вы крутые спасибо вам огромное за это вот я считаю что если человек вообще не понимает как и что вот это один из вариантов как можно поступить все были довольны все можно не можно не бить можно не нужно не поможет не поможет вот нужно да ну за какими такими это один из мне кажется один из таких очень интересных прикольных способов как можно спасти танцпол и дать людям нормально потанцевать свое удовольствие юра но все мы знаем о том что в танго случаются моменты когда нас настигает вселенская печаль и нам кажется что у нас ничего не получается мы ничего не умеем танго депрессия наверняка у тебя были такие случаи что ты делаешь обычно были такие случаи поначалу я пытался это перебороть в плане из изо всех сидун думал то есть танго депрессия ничего не умеет я пытался танцевать продолжать танцевать даже если когда не хотел пытался через себя через силу перебороть но не очень это получалось в итоге я просто немного менял цели до в плане не в плане танго а менял просто переходил на какое-то другое переключался на что-то другое например ну как вариант да то есть и буквально даешь себе небольшой ну как варианты где даешь себе небольшой перерыв отдыхаешь от этого и потом ты все равно захочет танцевать по-любому тебя тебя отпустит и ты еще с большей силой захочешь танцевать еще больше захочется танцевать ты будешь говорить что себе после того как ты говорил что я не умеет танцовать ничего не получается ты выйдешь на танцпол после долгого перерыва и поймешь что а я неплох и в принципе все будет хорошо потому что ну нужно все равно себе давать определенный перерыв нужно давать себе время до чтобы что-то у себя там в голове расставить по местам пережить и в принципе помогают какие-нибудь другие занятия танцуйте что-нибудь другое танцуйте сальсу танцуйте свинг занимайтесь вот опять же играть в настолке кормите собак я не знаю все что угодно вот но но возвращайтесь ну да но танка такая зараза что все равно вернешься если тебя изначально это зацепило то даже если у тебя депрессия но ты понимаешь что тебе это все равно нравится депрессия не из-за того что все то есть я не хочу больше танцевать танка мне не нравится это я не хочу ходить на мелонги и так далее то есть я не хочу ходить на мелонги потому что вот сейчас вот такое состояние нужно дать себе успокоиться выдохнуть и потом заново все получится потому что этот вирус его не выгнать из тебя на самом деле чтобы ты посоветовал тем кто идет на свою самую первую мелонгу либо может не самую первую ну там первые десять миллионг в своей жизни какой совет во первых не бояться самый стандартный совет и во вторых не ожидать ничего не ожидать того что вот вы придете вас все начнут приглашать вы начнете безостановочно танцевать или не ожидать того что вы придете будете безостановочно сидеть то есть ну как бы просто идти просто пойти туда до прийти на мелонгу и понять что это не место куда куда люди приходят обязательно вот с обязательным условием потанцевать и только танцевать это место для общения люди приходят пообщаться увидеться со старыми знакомыми с друзьями иногда приходят компаниями да то есть очень хороший способ собрать свою компанию таких же людей которые первый раз приходят на мелонгу и прийти своей компании взять ну не знаю там бутылочку вина бутылочку воды что смотрят да смотрят то что пьет и сесть пообщаться потанцевать периодически друг с другом может быть да то есть попробовать использовать кобесео использовать приглашение взглядом кого-то из то получилось отлично пошли потанцевали не получилось не расстраивайтесь да посидеть пообщаться буквально даже достаточно не обязательно от начала мелонги до конца да вы пришли часика два два с половиной посетили посмотрели как это все происходит привыклись привыкли к этому да и можно спокойно там например идти домой то есть не идти с целью с целью потанцевать или не идти с целью что с пониманием того что я наверное все время буду сидеть то есть вот я про это да ничего не ожидать на самом деле пока что для начала и ничего не бояться хорошо это был юра штыкин спасибо большое спасибо